Привет! Сегодня расскажу про интересный аксессуар для Game Boy, который вряд ли вам пригодится. Называется эта штука GB Interceptor — устройство Form Factory картриджа с Type-C выходом, позволяющее захватывать и транслировать игровой процесс напрямую с приставки Game Boy. Потоковая передача видео с игрушек уже давно не является проблемой. С такой задачей прекрасно справляются эмуляторы и современные варианты консолей, такие как Anbernici и Analog Pocket, которые имеют HDMI-выход на борту из коробки. Существуют также моды, добавляющие видео-выход к оригинальному Game Boy или Advance. Паяйте, выбирайте. Создателем Interceptor является Себастьян Стакс, автор выпущенного ранее Wi-Fi Game Boy-картриджа с микроконтроллером внутри для взаимодействия с интернетом напрямую с Game Boy через Wi-Fi. Со слов Себастьяна к нему обратились энтузиасты классического Тетриса и рассказали о том, с чем сталкиваются на онлайн-турнирах. Игроки годами тренируют свою мышечную память на оригинальной консоли, и замена её на эмулятор сильно снижает их уровень игры. В другом случае им приходится играть на модифицированных приставках, чтобы передавать видео, но не у всех игроков есть желание нагромождать или портить свою любимую консоль. Конечно же, это уже совсем не те скилловые ощущения и привычный темп. GB Interceptor как раз решает эту проблему, открывая новую эру для турниров по классическим играм. Как это работает? Устройство подключается через слот для картриджа Game Boy, и вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние процессы игрушки, он считывает данные шины памяти картриджа. Для этого используется микроконтроллер Raspberry Pi Pico. Доступное устройство за плюс-минус 500 рублей. Он эмулирует процессор и графический блок консоли Game Boy, создавая собственную копию VRAM, которая хранит всё необходимое для вывода изображения. Полученные данные передаются через USB как видеопоток. Интерцептор поддерживает тайный USB видеокласс, поэтому он отображается как обычная веб-камера. Никаких сложных драйверов или дополнительных устройств. Конечно, не обошлось без сложностей. Основная из них — это формат видео. Game Boy имеет разрешение всего 160 на 144 пикселей. В формате NV12 с 12 битами на пиксель некоторые программы начинают крашиться. В Linux всё работает отлично, а вот в Windows не все программы принимают этот формат без потерь. Но OBS захватывает сигнал стабильно, так что можно его использовать как виртуальную камеру, и этот поток уже транслировать куда угодно. Одной из особенностей в работе картриджа является захват изображения при игре, используя линд-кабель. Тетрис в режиме для двух игроков GB Interceptor отображает корректно, если находится в слоте Game Boy, с которого игра начинается первой. Но если перехватчик находится во втором Game Boy, то он отображает бесполезный вывод блоков. Полный список протестированного софта и им принципы работы устройства вы найдёте в репозитории на GitHub. Мы же не будем углубляться в технические моменты, для этого есть парочка более полезных и объёмных видяшек. А если вам будет интересно ещё детальнее взглянуть на внутренние технические устройства самого геймбоя, то обязательно ознакомьтесь с видео The Ultimate Game Boy Talk. Что умеет? Для начала убедитесь, что вы понимаете, для каких целей было создано устройство и каковы его ограничения. Учтите, что есть небольшая задержка, которая делает трансляцию непригодной для игры на внешнем экране. Это может быть нормально для медленных игр, но по существу интерсептор создан специально для записи и потоковой передачи видеосигнала. На данный момент перехватчик работает со всеми играми и ромами на кирпиче и тянет их на всех приставках. Возможно, в будущем энтузиасты оптимизируют открытый исходный код проекта и он сможет выиграть от колора. На данный момент это не работает, так как существует сложность в таймингах для захвата данных. Видеопоток не передаёт звук, но про саунд моды мы делали не просто так. На плате есть несколько кнопок, мод позволяет переключаться между цветовыми палитрами серого и зелёного, а кнопка флэш рядом с центром и часто бывает внутри корпуса используется только для прошивки. Удерживаем её, подключаем кабель и у нас отображается новое USB-устройство. Перекидываем в корневую систему свежий файл прошивки в формате UFI 2 и всё, никаких сложностей. Где купить? Вы можете заказать готовое устройство в среднем до 50 баксов, но учитывайте возможность оплаты, сроки доставки и её стоимость. Также существует вариант собрать интерсептор самостоятельно. Для этого понадобится основная печатная плата, её электронные компоненты, слот для картриджа и ещё придумать, как выполнить корпус. А самое важное — это ровные руки, паяльник и навыки для реализации данного проекта. Теперь не забудьте выставить в настройках захвата OBS частоту кадров и можно развлекаться. GB Interceptor — это не просто устройство, а способ сохранить дух ретро-гейминга. Оно позволяет одновременно играть на оригинальном геймбой в любимые игры и транслировать их на внешнее устройство без лишних заморочек, да ещё и с оригинальной частотой кадров. Если вы хотите погрузиться в детали проекта или попробовать сделать такой картридж самостоятельно, ссылки на схемы и репозиторий есть в описании. Напишите, какие ещё забавные и бесполезные технологии для ретро-гейминга вам интересны. На этом всё. Пишите и слушайте. Только хорошую музыку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok